здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий вашему вниманию очередной ролик сработала переадресация ну естественно как вы все знаете мы в таких случаях если хотим получить какой-нибудь такой контент для нашего канала естественно не представляемся юристами потому что эти трусливые слова не подберу ладно тут же сбрасывают не хотят работать с юристами общаться мы говорим всегда что вот брат и так далее старший брат то есть ближайший родственник это для них на первый взгляд приманка они думают сейчас мы нальем тут ему в уши и он испугается они теперь вдвоем бояться будут ну давайте посмотрим кто кого бояться теперь будет итак внимание сработала переадресация защищаем нашего клиента кстати говоря наши клиенты не то что не против а наоборот просят чтобы с подопечными общались скажем так вот в таком жестком интересном юмористическом формате кстати отдельная история если клиент против то мы никогда не будем эксплуатировать в таком вот формате его номер телефона только согласия наших клиентов хочу это заметить и так еще раз внимание поехали а вот здравствуйте здрасте ирина она пригласить к телефону пожалуйста кто это сейчас звонок поступает это в интересах микрофинансовой компании займ онлайн из агентства по возврату долгов а у теплокредит консолидашн я зовут шумская наталья владимировна наталья владимировна я ее старший брат пожалуйста какие у вас вопросы я полномочен все решать их дела она мне доверила сожалению какое-то время не будет она серьезную аварию попала она сейчас в гипсе больницы лежит я приехал все эти дела решать на что там у вас говорить она сейчас вообще ни с кем разговаривать буквально меньше суток назад получается что я как могу к вам обращаться меня зовут дмитрий евгеньевич у ирина получается есть еще другие долги алло да 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 говорите вы знаете я приехал специально все эти вопросы решать она сейчас недееспособный человек и полностью написала доверенность нотариуса приглашали в палату ну так делается да я вам как юрист говорю приезжает нотариус фиксирует недееспособность и оформляет доверенность это платная услуга правда нотариус в палату приезжает прям человеку убеждается что человек недееспособный и пишет доверенность так получается дмитрий евгеньевич сейчас она вообще не трудоступна но разговаривать то она умеет девушка я на все вам доставляет удовольствие спрашивать у близкого человека о серьезных проблемах как уточнил я вам сказал что меньше суток назад она сейчас вообще не может разговаривать она сидит она в коме сейчас находится все в гипсе а как она могла могла вообще вам доверить если она в коме находится дмитрий евгеньевич вы как юрист как-то да я как юрист еще раз повторяю приезжает нотариус в палату фиксирует недееспособность гражданина и ближайшему родственнику который ближайший родственник способны решать какие-то дела и согласны с этим кстати говоря пишет доверенность я не пойму зачем вы это спрашиваете у вас какие то вопросы вы позвонили конкретно по делу либо вас так сильно интересует наши несчастья нас все интересует ну а кто вы такие что вас все интересует на данный момент вы сами понимаете не оплачивает свой долг вы сумасшедший человек попал в дтп в гипсе по шею лежит в коме а ну ладно окей сейчас она пойдет сейчас она блять там кровать на колесиках покатиться прям к вам оплачивать я вам спокойно говорю говорил точнее спокойно сообщите мне что нужно и мы с вами на я готов с вами это все обсуждать вы что там вы зачем так делаете вы какую-то ерунду уточняете вам было сказано вот он я человек который будет все решать зачем вы обостряете ситуацию вы не усугубляйте самое главное держите себя в руках вместе со мной и все будет хорошо и так я повторю вопрос какие претензии у вас к моей сестре дмитрий егенович или какая дата рождения уточните пожалуйста вы это с ума сошли или что так короче я сейчас кладу трубку либо вы мне начинаете нормально задавать вопросы я на них отвечаю по мере необходимости либо вы нормальные вопросы а не херню какую-то либо я кладу трубку и больше не беру с этого номера да потому что сейчас только ненормальные вопросы на фоне сложившейся ситуации от вас да да кто вы такая блядь кто вы такая овса блядь ты кто такая мне скажи а да мне кто такая скажи ты почему так себя ведешь ты свою дату рождения блядь скажи сколько тебе лет психованная блядь дура а ты чё бабок хочешь моей сестры получить да ой простите я себя в руках еле сдерживаю простите простите понесло понесло ой простите считайте что это не вам я сказал меня просто заносит ситуация ужасная не давайте вы сначала спокойно говорите свою дату мне доказывайте что вы давайте мне как юристу докажете что я должен вам отчеты давать какие у вас есть доказательства вы доверенность для чего писали для того чтобы потом игнорировать решение этих вопросов нет я не игнорирую я хочу я хочу убедиться что вы представитель кредитора хочу просто убедиться вы знаете номер телефона микрофинансовой компании займ онлайн можете записать я могу вам продиктовать можете у них оточнить информацию мне это зачем мне проще с вами не разговаривать мне проще с вами не разговаривать не разговаривая с кредитором возможно в дальнейшем если вопросы будут решаться в судебном порядке это будет большое преимущество или у нее будет какой судебный порядок микрофинансовой организации судебный порядок вы хоть регламент знаете да я вам еще раз говоря говорю хотите получить то что она взяла давайте решать нет идите лесом давайте бездавайте давайте четко аргументирована сумма долго сколько отдала сколько должна еще для того чтобы вам предоставить информацию назовите пожалуйста дата рождения а какой ужас видимо не зря я сорвался еще раз повторяю вам совести хватает человек человек находится в коме вы с него копейки копейки все короче до свидания если будете звонить мне сюда уже нет уже передумал уже передумал все идиотами вопросы решать не ирина все короче заточи свое хлебало за шею его к чертовой матери иди в пень понятно если вам нужно в суд то пойти в суд вопрос не решается ничего теперь ты кто такая лошадь сутула у вас действительно ты че слышишь я вот сейчас тебя обзываю оскорбляю а ты тупо гнешь спину продолжаешь вежливо со мной разговаривать у тебя вообще есть цит у тебя есть какое-нибудь чувство достоинство собственное ты позвонила узнал что у человека тяжелая ситуация продолжаешь требовать в бабки да чтоб ты блять обосралась понятно митрий евгеньевич че тебе надо внимание на сколько серьезную ситуацию какая серьезная ситуация какая серьезная ситуация у тебя с мозгами серьезная ситуация вот ты попомни мое слово попомни мое слово Я очень хорошо, понимаешь Мои слова, они материализуются Ты сегодня обосрешься Прям в трамвае, блядь Ты в трамвае обосрешься Жидко сегодня, понятно? И вонять от тебя будет Аня, от тебя воняет и так всегда Вот я с тобой разговариваю из трубки вонища Вам неприятно, да? Ну вот, ну, блядь Приходится, да, терпеть Потому что ты представляешь У тебя изо рта воняет даже на расстоянии На расстоянии А сегодня ты еще ко всему прочему обосрешься Вот попомни мое слово, не удивляйся только Ты реально будешь стоять И у тебя, блядь, польется поляшком И ты думаешь, блядь, это что такое? А мои слова, вот понимаешь, они сбываются всегда Особенно вот такие в сердцах Я вас услышала? Готовься, да? Поэтому лучше стринги не надевай Стринги не надевай Ни в коем случае Устрешься, блядь Наверное, выговориться надо, да? Да, да, да Ты понимаешь? Я просто меня если понесло Все, это, считай, сбудется Это сбудется Только не удивляйся Что ты сегодня обосрешься Хорошо, я не удивлюсь Окей, вот нормально Поэтому, Андрей Евгеньевич Ответственность у Ирины остается Сумма задолженности увеличивается Ну и что? И я обосрусь еще сегодня, да? Не забудь, ты сегодня обосрешься Установку тебе даю Повтори, я готова обосраться сегодня Да, друзья мои Ну, кому неприятно Тому неприятно Тот может не слушать Предупреждаю На нашем канале много всего подобного И кому-то наоборот Это душу греет Как говорится, бальзам на душу И мы стараемся Удовлетворить наоборот Положительные эмоции Человеческие Подбирая контент для нашего канала Об этом все А если серьезно Для тех, кто хочет встать под юридическую защиту Серьезно отнестись к своей ситуации К кредитам, к долгам Пожалуйста, посмотрите наш сайт Ссылочка на сайт в описании любого ролика Этого в том числе Также Сейчас Вот в правом верхнем углу Обратите внимание Вот она Ссылочка тоже кликабельная вышла Вы тоже можете по ней кликнуть Попасть на наш сайт Зачем я вам об этом говорю На сайте Предложена видеоинструкция Сложными словами Алгоритм работы кредитных юристов А простыми словами Как устроена работа кредитных юристов Компания Лям Что мы для вас сделаем Сколько это будет стоить Сколько времени продлится Ну забегая вперед скажу Не нужно будет ждать Когда мы закончим работу Все Когда вы принимаете решение Обратиться к нам за помощью Мы своим волевым безапелляционным решением Вас освобождаем от всех долгов То есть Одно из наших основных условий То есть человек Подписавший договор с компанией Лям Должен прекратить все Финансовые отношения со своими кредиторами С теми кредиторами Которых он нам отдает в работу Он должен прекратить все финансовые отношения То есть не копейки Если вы слышите Что вам какой-то юрист заявляет Что нужно хоть чуть-чуть платить Бегите подальше от этого горе юриста Если вы решили бороться с банком Все Оплату в банк Производить незачем Потому что это будет подтверждение того Что вы Хоть и немного Хоть и частично Но согласны с теми условиями Которые подписали Мы же В своей работе Будем полностью подводить ситуацию К тому Чтобы банку было выгодно Отказаться от претензий Которые он на данный момент К вам имеет Создадим эти условия Приведем вас к комфортному платежу Сколько бы вы сейчас Не были должны Можно сделать так Что вы будете платить 500 рублей в месяц Тем самым Создадутся условия Когда банк В итоге откажется От претензий Для него Эта ситуация Категорически неприемлема Очень часто бывает так Что уже В формате досудебной работы Когда мы ведем Наших клиентов В банке А вот уж такие Вот онлайн шарашки Которые были в ролике Представлены Вообще Отказываются от претензий Еще в досудебном формате И не идут в суд Но поймите Просто так Сидеть и ничего не делать Слушать наш канал И думать Что все будет хорошо Это неправильно Это позволительно Тем кто Может либо сам Справиться с делами Либо Ну не имеет никаких долгов А просто в виде развлечения Смотрит Слушает Простите наш канал Только так Если у вас есть Серьезные какие-то Обязательства Документально подтвержденные Вашей росписью Либо какими-то еще Моментами То с этим нужно Разбираться Мы готовы вам помочь Еще раз Ссылочка на наш Сайт В описании ролика Этого Любого Другого Ну и вот Еще раз Смотрите В правом верхнем углу Вот она Выходит Закликабельная Подсказочка По ней Жмете И попадаете На наш сайт Ну а так Если В формате Простых отношений Некоммерческих Я предлагаю Подписаться На наш канал Если вы этого Еще не сделали Он вам очень поможет Во всяком случае В первую очередь Успокоиться Понять что Все не так сложно Как банкиры Вам навязывают Ну и конечно же Поставьте лайк Если вам понравился Этот ролик Если не понравился Соответственно Палец вниз Все справедливо Ну и конечно же Вступайте в группу Вконтакте Ссылочка на группу В описании Ролика есть И не забудьте Поделиться В социальных сетях Этим роликом Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий Всего вам хорошего До свидания